Случаи вандализма последнего времени в Десногорске заставляют пересмотреть нынешнее лояльное отношение к этому явлению. Возможности предотвращения и наказания актов порчи городского имущества обсудили 7 октября на внеочередном заседании в городской администрации. Там сломан металл, даже не сварка. Сварка как стояла швы, так и стоят. Вот специально даже закупаем оборудование для того, чтобы оно было вандалоустойчивое и эстетичное, практичное, но и, соответственно, красивое. Ну, такие вещи, соответственно, у нас происходят. Безответственное пользование городской инфраструктурой или её намеренная порча – такое может и должно быть наказано. Методы воздействия на нерадивых горожан обсудили представители городских служб совместно с главой Десногорска. Ставка делается на эффективное взаимодействие службы ГОИЧС и полиции при поддержке системы «Безопасный город», которая функционирует в Десногорске уже более двух лет. «В 2021 год мы будем готовить, скажем так, презентацию для участия в конкурсе «Росэнергоатома» на развитие системы. Соответственно, проработаем вместе совместно с полицией количество камер и точки их размещения». Помимо большего числа камер, а в Десногорске их уже более 60, будет обновлено и программное обеспечение, сделав систему видеонаблюдения уникальной для такого небольшого города. «В следующем году поставим систему распознавания лиц, программное обеспечение». «Человек просто идёт, там система срабатывает. Если человек подпрыгнул, он уже срабатывает как в другом направлении. Поднимается на какую-то высоту, в третьем направлении». Тем самым Десногорск будет 24 часа 7 дней в неделю находиться под пристальным вниманием видеокамер и диспетчера, который и будет принимать решение о вызове полиции к месту происшествия. А дальше – посредствия за свои поступки. «Со стороны правового поля здесь у нас вложится плоскость административной комиссии. Да, у нас есть факты выявленных, установленных правонарушений. То, что у нас зафиксировано документально, это рассматривается на административной комиссии, и люди, соответственно, привлекаются в установленном законном порядке». Десногорск готов идти по пути развития своей инфраструктуры. Но отсутствие дисциплины некоторых горожан – это принципиальная преграда, которую необходимо также принципиально преодолевать.